Эпопея с хирургическим комплексом больницы имени Симашко началась еще в 2000 году. Объем финансовых вложений в этот суперсовременный комплекс исчислялся десятками миллионов. Из областного и федерального бюджетов указывалась цифра в 1 миллиард 720 миллионов рублей. Корпус собирались открывать еще два года назад. Если мы федеральный ресурс в этом году еще добавим туда, значит у нас есть реальный шанс в 2010 году ее ждать. Поговорили и забыли. Наступил уже 2011, а корпус все не открывался. В текущем году предстоит выполнение следующих задач. Это первое. Завершение строительно-монтажных работ на хирургическом корпусе больницы скорой медицинской помощи имени Симашко. Кстати, по нормам такой объект должны были построить всего за 22 месяца. А у нас этот срок растянулся на 12 лет. Неудивительно, что и в 2011 корпус не был сдан. Зато в июне этого года радости и гордости не было предела. Состоялось одно из самых главных открытий года. Обещали, что заработает сразу после санобработки. Прошло более двух месяцев, а корпус до сих пор не заполнен пациентами. Больница должна работать. Как вы это будете делать? Это ваши проблемы. Больше я туда никого не повезу и позориться не забираюсь. Люди должны там получать медицинскую помощь. Как оказалось, в корпусе снова обнаружились очередные недоработки. Вы мне сейчас сказки о том, что вентиляция не работает, не рассказываете. О том, что инструментов нет, поэтому не работают. Операционные тоже не рассказываете. Туда вкатано столько денег, что все должно быть давным-давно сделано. Что же происходит с хирургическим комплексом, заполненным оборудованием на 790 миллионов рублей? Этот вопрос мы попытались задать и главврачу больницы имени Симашко, Виктору Байракову, и главе департамента здравоохранения области, Алексею Медведеву. Только оба от комментариев отказались. Вот по новому корпусу он еще не работает? В данный момент частично работает. А как понять частично? Ну так, что-то делаем, что-то больные там лежат. Получается, не в полную меру? Да, да. Вот так комплекс, превышающий по площади все старые здания больницы Симашко и рассчитанные по мощности на 12 тысяч операций в год, работает частично с единичными пациентами. Во-первых, вот долго строили, что-то такое там, то кирпича не хватает, а сейчас вроде как построили, но не хватает оборудования, куда деньги дели, неизвестно. Кто-то должен отвечать за это, да, то есть, когда его планируют, там, допустим, ну, все же запланировано, все деньги-то выделены. Я туда, я там на работу мимо хожу, никакого шевеления не видно. То есть, вы не знаете, что можно туда пациентам обращаться, нельзя? Нет, не знаю. Как нам пояснил в личной беседе главврач больницы Симашко, сейчас на моем корпусе работает только два этажа. Реализуется поэтапное переселение пациентов. Сейчас там до сих пор проводятся некоторые строительные работы, к примеру, в операционных. А главное, что никто не может ответить на, казалось бы, простой вопрос, когда заработает корпус, а все остальные слова, планы и обещания, как и несколько лет назад, уходят никуда. Анастасия Тимоничева, Андрей Борискин и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.